я работаю на заводе инженером по охране труда но зарплаты не хватает то есть как примерно 60 процент зарплате отдаю родителям жени что вы думаете о моей ситуации буду благодарен за ваш совет или комментарий а если для от своего бизнеса у вас нету капитала на данном этапе просто работайте на комиссионный фокусируйтесь на того чтобы вы получали проценты от своего труда то есть сделан работа когда вы получаете проценты от своего труда потолока не будет у вас то больше делайте больше получите меньше будете делать меньше получаете помните всегда когда нужен человеку деньги сами лучшие варианты это работа на процентах то есть чтобы получать доход от с результат своего труда они от фиксирование часы здравствуй дорогие наши слушатели дорогие наши читатели дорогие наши зрители поприветствую вас с соединенных штатов америка с штат флорида вот хочу ответить на несколько вопросов которые пришли к нам на рубрику дорогие мне ставьте лайк под нашим рубрикам рекомендую своим знакомым друзьям наши рубрику кому нужна эти ответе кому поможет по ваше мнение эти ответе принести их не жизни что-то улучшение кому могут быть они полезными дорогие мои станьте причине изменения жизни людей к лучшую сторону хочу ответить на несколько вопросов здравствуй санур раджабович меня зовут ринат пишу из казахстана город караганда у меня семья жена и дочка 5 лет живем в своей квартире я работаю на заводе инженером по охране труда но зарплате не хватает то есть как примерно 60 процент зарплате отдаю родителям жени они купили нам квартиру взяв кредитами плотями еще у меня самого самого из долги и виде кредитов жена занимается маникюром на дому но мало получает я в данное время питаюсь зарабатывать в интернет купил курс но пока не получается жена говорит что я счел на вторую работу то есть вышел на вторую работу как все они занимался ерундой ситуация для меня тяжело денег не хватает долги не могу отдать думаю у меня мышление должника чтобы выработать выбраться из этого смотрю ваши видео а также читал книги джордж клейсона роберта киосаки роберта киосаки и продолжаю читать что вы думаете о моей ситуации буду благодарен за ваш совет или комментарий дорогой мой ренат если вам действительно дальний момент вы замечаете что не хватает это единственный способ надо увеличивать доход а увеличивать доход это самый лучший способ создать свой бизнес а если дали от своего бизнеса у вас нету капитала на данном этапе просто работайте на комиссионные фокусируйтесь на того чтобы вы получали проценты от своего труда то есть сдельная работа когда вы получаете проценты от своего труда потолока не будет у вас то есть больше делайте больше получите меньше будете делать меньше получаете помните всегда когда нужен человеку деньги самый лучший вариант это работа на процентах то есть чтобы получать доход от с результат своего труда а нет фиксирование часы когда вы это поймете когда в это начнете фокусироваться пожалуйста у вас постепенно доход будет расти. Куда бы вы не пойдете работать, в дальний момент работайте на комиссионе. Таким образом у вас не будут риска. Если собственный бизнес открывать, нужно капитал. Поэтому пока в дальний момент, если у вас нет капитала, просто работайте на комиссионе. Не важно в каком сфере. Просто в том сфере, когда вам ближе и где вам понятно. Возможно, вам придется иногда чуть-чуть трудиться, иногда спотеть. Вам придется навыки коммуникации и навыки продажи усваивать. И навыки умения организовать работу. Займитесь этим. И могу уверенно сказать, через 3 месяца ваш доход растет 20%, через полгода в районе 50-60%. Через год ваш доход будет больше 100%. Вот вы увидите. И вы потом будете благодарны за это. Но начните делать этого. Здравствуйте, Анура Раджави. Меня зовут Газиз Досмалов. Основатель маленькой студии Газиз. Я с 2020 года начал видеофото снимать. Как конкуренции стало много, потом прошел в 2010 году организация мероприятий. Видеофото мои ученики работают параллельно. В 2018 году стал начинающими продюсерами. Проводил кастинги, выбрал талантливых певцов, открыл дуэт. Организация параллельно работает, видеофото включена. Если клиенты спрашивают, мне очень нравится продюсерская работа, но продвигать дуэта очень много денег нужен. Крутить клипы на одном среднем телеканале 600 тысяч тенге. Нормальный канал 1 миллион. Это 3 тысячи долларов. Не сочетая клип и аранжировку, спонсоров очень трудно найти. Как мне быть? Оставаться на арене ТОЯ. Или дальше искать спонсоров, чтобы выходить в ТВ-концерты и так далее. Спасибо, город Алматы, Газиц. Дорогой мой Газиц, если вы действительно любите продюсерскую работу, фокусируйтесь на тех ребят, у которых есть хорошая перспектива, которые вы можете из них создавать хорошую звезду, которые вы можете продавать их. Если вы фокусируетесь на таких талантливых ребятах, вы победите. Я могу уверенно сказать, что это окупается. То, что вы говорите, что иногда требуется спонсор и так далее, это естественная вещь. Вы понимаете, а где бывает такая работа, которая легкая? Не существует такая работа, которая легкая. Придется через чего-то пройти, чтобы чего-то добиться. Это естественно, это нормально. Если бы было легко, все делали бы, правда? Знаете, в какой принципе я живу? Идите туда, где лучше, а не где легче. Потому что где лучше, поскольку это не легче, поэтому много людей не делают этого. Если бы это было легко, все люди делали бы. Поэтому, если вы видите какой-то талантливого певца, или у которого есть потенциал, фокусируйтесь на его раскрутке. Возьмите за него, раскручивайте его, думайте о нем и так далее. Развивайте его. Это нормальное явление. Просто фокусируйтесь на его развитии. И, соответственно, будут ошибки, будут барьеры, будут трудности. Через них вам придется пройти. Но это нормально, это естественно. Я не знаю, легкие пути, легкие пути не существуют. Помните эту философию, которую я вам сейчас говорю? Идите, где лучше, нигде легче. А вот, если вы видите потенциального, например, кандидата, в которого вы можете вкладывать усилия, и он может расти и так далее, потратьте на него время, и не бойтесь. Потратьте на него даже деньги. Ищите спонсоров и вкладывайте в него деньги. Она окупается. Следующий вопрос. Здравствуйте, Сейнур Рожжавич. У меня очень трудные положения. У меня долги больше полтора миллиона рублей. Можете больше и все. Просроченнее. А я занимаюсь предпринимательством в сетевом бизнесе уже 6 лет. Команды нет до сих пор. Бросать не могу, так как я люблю эту компанию. Руководитель, который нас ведет, меня бесит. Я все время думаю. И за руководителя тоже много чего зависит. Я не выдержала. Я поругалась, потому что у меня терпение уже лопается. Есть система. Из-за системы я так терпела. Может быть из-за долгов у меня напряжение, не знаю. Помогите. Мне очень важно ваше мнение, ваше консультация. Ваш YouTube канал неделю назад нашла. И я каждый день слушаю ваши видеоролики. Дорогая моя, если вы с тобой в маркетинге хотите быть успешным, вам надо научиться развивать в себе навыки создания команды. Помните, с тобой в маркетинге одиночки не строится. Если вы с тобой в маркетинге будете заниматься только продажа, у вас будут немножко деньги. То есть у вас появляются срочные деньги, которые вы какие-то проблемы решаете. Но у вас так и бизнеса не появится. Фокусируйтесь на бизнес, но не на продажу. Думайте о бизнес, не о продаже. Фокусируйтесь на создании команды. Если у вас до сих пор нет команды, проблема в том, что вы не можете действительно либо стратегию понять, либо не можете видеть, у вас не хватает навыка и умения создать команду. Если 6 лет вы туда ходите, и нет команды, это о чем-то говорит. А за счет того, что если мышление должны кореть денег, это однозначно. Поскольку у вас есть долги, ваше внутреннее состояние ниже нормы. Когда ваше внутреннее состояние ниже нормы, соответственно, успешные люди, вы отталкиваете успешных людей, вы притягиваете к себе все проблемных людей. Даже если вы сейчас будете кого-то в самом начале подтянуть, привлекать, он тоже будет проблемным. Почему? Потому что ваше внутреннее состояние такое. Пожалуйста, найдите мою книгу «Долгитая на глазах», внимательно прочитайте несколько раз, я прошу вас. Потом прочитайте книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Когда ваше внутреннее состояние развивается, и когда вы можете перевоспитать свое мышление должника, и тогда вы легко можете создать команду. Потом найдите, читайте книги «Деньги с твоим маркетингом». Я могу уверенно сказать, за это уйдет 3 месяца или 4 месяца, но вы можете потом построить хорошую команду. Помните, в твоем маркетинге 3 важные вещи. Первое. Вам надо научиться создать команду. Если вы не создадите команду, вам ничего делать там. Второе. Вам надо стать лидером. Либо вы станете лидером, либо вам придется бросить этот бизнес очень скоро. Кто не научился стать лидером, он все равно бросает этот бизнес. Я это знаю. Поэтому надо каким-то образом стать лидером. А третья важная вещь. Надо уметь развивать лидеров. То есть, кроме того, что вы сами стали лидером, это маловато. Надо уметь в других людей разбудить лидерство. В других людей, можно сказать, развивать их талант. Помогать им, чтобы они раскрывали свой талант и стали лидерами и так далее. Это очень-очень важная вещь. Здравствуй, Санурат Довлатов. Меня зовут Алена. У меня два вопроса. Я уже больше 10 лет занимаюсь оформлением праздников, шарами, цветами. В общем, кэнди бар. У меня проблема в бедных клиентах. Как видите, на более обеспеченных заказчиков 90% людей хотят оформления праздников от 100 евро. Я в этом году подняла минимальную планку 150 евро. Клиентов стало меньше, но по деньгам даже плюс. Но это все равно копейки для в Европе. Прошу совета, как поднять средний чек хотя бы до 500 евро и не остаться без работы. Второй вопрос. У меня много знакомых постоянно спрашивают, как им проехать в Испанию. Что надо, какие документы. Я много лет помогал бесплатно и по приезду уже с переводами. Это много сил и времени. Я в этом году стал предлагать то же самое, но за деньги. Сделала страницу в фейсбуке и одноклассниках с растеньками. И люди стали пропадать. Вообще, как будто Испания уже никого не интересует. Подскажите, как найти клиентов на этот стартап? Благодарю вас. Алена, дорогая моя. Если вы хорошо умеете делать документы, не отчаивайтесь. Это нормальное явление. В начале были у вас люди, которые бесплатно хотели все это. Поэтому они исчезли. В начале вы хотели на самом деле работать. То есть, это были такой категории людей, которые все хотели бесплатно от вас. Поэтому они исчезли от вашей жизни. Но это нормальное явление. Поэтому это хорошо, что они исчезли. Сейчас вы будете составлять. Составьте, пожалуйста, хороший лайтинг пейдж. И составьте воронку. И создайте трафику. Пожалуйста, настраивайте трафику. Если вы это не умеете делать, платите кому-то нибудь, кто это профессионал. И пусть они настроят вам этот трафик. И все, работайте, продолжайте. Появятся люди, такой категории людей, которые хотят платить за эту услугу и поехать в эту страну. Поэтому, дорогая моя, не отчаивайтесь. Просто раньше были другой категории люди. Поэтому они от вас просили бесплатно, топ-50 и так далее. Ставьте платную. Это нормальное явление. Если вы тратите время, а если вы тратите энергию, пожалуйста, пусть люди платят вам за это. Это нормальное явление. А второе, по поводу цвета и так далее. Помните, чем ниже цена, тем больше к вам вы привлекаете людей, которые мало хотят платить. Ставьте чуть дороже. Вот вы 150 евро написали. Видите, по деньгам вы все равно в плюсе. Поэтому это нормально. Держитесь на это. Держитесь на это. Ничего страшного. Просто вы создайте точку касания, более 50 точек касаний в ту целовую аудиторию. Найдите и прочитайте, пожалуйста, хотя бы 5 книг по маркетингу. Как найти свою целовую аудиторию. Как создать трафик. Как продвигаться SMM маркетинги, дичитал маркетинги. Немножко понимание надо иметь в этом направлении. Все. 50 точек касаний сделать, я могу гарантировать, что у вас клиенты правятся, которые готовы платить вам 300 евро, 500 евро и так далее. Но это же нормально. 500 евро платить за все оформления и так далее. Это же недорого для Европы. Я там помню, аэропорту я заказал, там что-то там пара бутербурота были, или что-то 50 евро платили. Что это там, тут такого-то, что там 500 евро для сели, работы, оформления и так далее. Это нормальное явление. Помните, вся проблема ваше мышление. Потому что вы так думаете. Вы думаете, что люди не могут платить. Вы так думаете, что как будто люди не способны платить. Поэтому у вас такая аудитория. Фокусируйтесь, пожалуйста, на ту аудиторию. Первые 2-3 месяца будут вам тяжело или полгода. Потихонечку. Потому что старые клиенты не будут. Но либо делайте 2-3 варианта услуга. Так, создайте, например, в Фейсбуке или ВКонтакте разные страничные, под разным брендом. Разные. Один ориентирован на высокий класс. Сделите его 400-500 евро. Просто тупо возьмите, так и делайте. 400-500 евро для высокий класс. Поставьте там более лучший дизайн, лучшая упаковка и так далее. Второй подешевле. 100-150 евро. 100 евро для низкого класса. Сделайте 2 разные телефона. Поставьте 2 разные, разные контакты и так далее. И работайте на боте. И я вам гарантию дам, что потихонечку, потихонечку, чтобы не потеряя эту аудиторию, для этой аудитории надо настраивать свой бизнес. Пройдет через некоторое время, вы поймете, пока поток людей появится с этой аудиторией, у вас будут здесь кормить. Несколько сегментов будут кормить вас. А потом появляется у вас высший средний класс аудитория, дело пойдет очень хорошо. Тогда вы потом сами выбирайте. Дорогая моя, если вы хотите зарабатывать, не потеряйте свой рынок. Сделайте, пожалуйста, 2 разные соцсети, 2 разные телефона, 2 разные дизайн оформлений. И чтобы один ориентированно было настроен для высший средний класс, второй для низкий класс. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашей рубрикой. Рекомендую своим знакомым друзьям. Пишите под эту рубрику, что вы для себя получили. В комментариях пишите, будьте активными. Пишите свои мысли. Из каких-то других моей рубрики, что вы брали. Из этой рубрики, что вы брали. Посмотрите слева направо на другие видео. И нажимайте, послушайте другие рубрики тоже. Сдавайте актуальные вопросы под этой почтой, которую видите под этой рубрикой. Я с удовольствием отвечаю. Если актуальные вопросы, мы всегда отвечаем. Но помните, что иногда вопросы бывают похожи. Когда они похожи, мы из 5 или 10 вопросов, мы фильтрируем, отвечаем на одну из них, которая смысл похож на всех. Желаю вам успехов, удачи вам, во всего доброго. Это все, чтобы помогать большее количество людям.